Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Вячеслава идут такие довольно уже оживленные споры и привлекает то, что много положительного. Некоторых отталкивает, что он говорил какие-то странные вещи или факты из ее биографии, которые не вписываются в наше представление. Но дерево познается по плодам, как сказано в Писании. И вот плоды эти положительные, потому что и при жизни он помогал людям, исцелял, предсказывал будущее. И после смерти накапливает все больше свидетелей с ее благодатной помощью. А вот это является уже таким веским, самым веским основанием для того, чтобы считать его святым. Потому что человек, одержимый бесовским силами, никак никому не может помочь после смерти, потому что сам нуждается в помощи, находясь в адских муках. А помогать могут только угодники Божьи. Поэтому итоговое решение скажет Церковь соборным разумом, когда накопится достаточно много фактов. А пока что мы имеем разные мнения, но вот я лично считаю отрока Вячеслава святым. Я когда совершаю молебную дома в себе, в квартире, я всегда включаю его в молебен. И как-то интересно, что мои прихожане, они тоже всем сердцем возлюбили отрока Вячеслава. Знаете себе. Вы меня знаете столько лет, я 25 лет служил в Вологодской области. Почему вы мне не верите? Я вас не буду обманывать. Вот я святой мальчик. Это ангел, земной и небесный человек. Вы помните, собрание синода было в нашей церкви? И наши высшие иерархи очень мудро рассудили ни ко времени канонизации царской семьи. Ни ко времени. А что началось? В топводной Москве в сотнях домах замироточили. Не иконы, а фотографии. И с этим вышепрестным ходом на улице. И вынуждены были засвидетельствовать. Мы думали так, а Бог по-другому. Поэтому волю Божьи утверждаем. Он их прослав. Не мы, он их прослав в веке святых. И мы сейчас образы святых царственных мучек пишем и молимся. Так, так. Против Бога никто не воспрепятствует. Господь здесь захочет и гибит в свою силу. Отдых Вячеслав, причисленный церкви к лиху святых? Нет. Поэтому как относимся? Как ко всем усопшим. С уважением, с любовью. А вот если он пред Богом стоит-то, а я, например, убежден в этом, Господь говорит, будет милость тебе послать. И это будет немало. На могилке утрака Вячеслава совершаются молебны. Мы были на могилке. Взял я земли, взял камешков. И повезу на Афону. Если найдутся отцы, я уверен, что найдутся, которые почитают утрака Вячеслава. Потому что афониты, они вообще-то люди без высоких духовных образований. Но это молитвенники, которые действительно духом чувствуют, где есть благодать, где ее нет. И я знаю, что утрака Вячеслава многие афонские монахи говорят хорошо. И признают, что это утрак от Бога. А потом, опять же, такой старец, как Наум, не мог ошибаться, утверждая о том, что утрак Вячеслава от Бога. Отец Наум – это уважаемый, известный старец. Если мама к нему ездила с утраком, и он общался с утраком, разговаривал с утраком Вячеславом и говорил, что у него действительно дары от Бога, и даже предложил им после встречи с ним переехать в Сергеево посад. Но когда мама утрака Вячеслава говорила, когда мы ехали обратно с Сергеево посад, я говорил, сыночек, мы переедем, как нас благодает старец, переехать в Сергеево посад. Дело в том, что вот вам чудо, вот вам благодать в этом ребенке. То есть ребенок, будучи в таком возрасте, имел старческий дух рассуждения, имел старческие дарования, вы понимаете? То есть он говорит, нет, мамочка, не надо вам никуда переезжать, потому что я проживу еще один год, не доживу до 11 лет, я должен уметь, я умру. То есть откуда, мы знаем прекрасно, что такие откровения получают только люди, угодившие Богу своей жизнью. А если это говорит ребенок, то это вообще удивительно. Ну хотя, очень удивительно, когда Господь сказал, что устами детей глаголит истина, потому что они чисты. Да, не мешайте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Поэтому, конечно, после этого, когда мы с ней пообщались, посидели за столом все, провели много в теплых разговорах духовных времени, мы пошли в комнату, в которой обычно живут, Равячеслав умолился от меня. Вы знаете, туда заходишь, и такое состояние, как будто ты попадаешь в храм. Вот такое чувство на душе. Обыкновенной теплоты и светлости в душе. Теплота и светлость. Ясность ума, такая легкая такая, тихая радость, когда попадаешь в эту комнату. Вся она увешана иконами. Вся она очень простая, скромная, бедная семья, бедная атмосфера, но благодать очень большая в этом, особенно в доме, в самом, но особенно в комнате, где живут, Равячеслав умолился. Я своими глазами видел иконы, как мироточивые. Видел иконки, которые мироточивые, которые с изображением славика. Причем они написаны известным московским художником, который тоже на своем опыте убедился, то, что отрок Вячеслава помогает в нуждах, если ему молиться. И вот в благодарности к этому взял и написал его икону. Почему я так в этом убежден? Во-первых, я не мальчик, мне 60 с лишним лет. Я видел всякое, видел бесноватых, видел много священников, архиереев, верующих. Я как-то могу отличать зло от добра и правду от лжи. В первой, когда мне пала книжечка про него, называлась «Ахмама маменька». Я новым книжкам, которые сейчас выпускаются, не очень доверяю, потому что много из них лжи. И поэтому я ее прочитал, и как-то она меня вот, знаете, вот задела, за живое, что говорится, как говорится. Прочитал, думаю, ну, если так про него пишут, либо это новый пророк, либо действительно это какая-то ложь. Думаю, надо мне за него помолиться. А я милостью Божией за эти многие годы в стороне церкви молиться меня Господь научил. Я на молитве чувствую, за кого молюсь, и что это из себя представляет. Хоть живой, хоть мертвый. Разницы нет. Если мне идет хорошо, гладко, и никаких препятствий я не чувствую, то это человек хороший. Пусть живой, пусть мертвый. А если начинает меня тяжело, начинает меня начинается зевота, меня начинает ломать. Мне тяжело молиться, значит, человек грешный весьма. Хоть живой, хоть мертвый. А если меня молиться вообще не дает, то есть начинается такое, что даже могу рассказать, что начинается. То есть не принимается ни слова заступления за данного человека. Я просто прекращаю молиться, потому что у меня мог случиться со мной что-то. Потому что бесы не дают молиться за данного человека. Поэтому я проверяю все эти книжки, все эти разговоры о разных людях вот по-своему. На молитве с Богом, на общении с Богом. Никак не ошибаюсь. Что касается от Вячеслава, я по субботам дома совершаю панихиды. Напоминаю всех и все. У меня панихиды идет два с половиной часа. Я принастараюсь вспомнить всех паралтис, собственных родственников, дальних и ближних, всех воинов, завернуться в революцию, во всех военных морских сражений, всех военачальников, всех, 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 сколько могу вспомнить, кого я знаю. Потому что они все нуждаются вспоминания. Многие находятся в местах не очень хороших. Начали молиться от завтрака Вячеслава. Хоть он маленький мальчик, его не было 11 лет, когда он умер, но все равно даже у детей есть капремные грешки. И на молитве я их почувствую. Нет, я помолился, молитвы идет гладко ровно, ничего не чувствую. Может быть, я плохо помолился, но надо помолиться со слезами, надо вот напрячься, понимаете, от души, от сердца, вот выложиться. И опять ничего не почувствовал. Мальчик-то святой. Думаю, раз вот это так, давайте я его включу в молебен. Я молебны совершаю по воскресеньям, потому что надо Богу молиться и дома, хоть и за что там. Все надо славить. Молебны по воскресеньям, по субботам. Включил его молебен, начал поменять святой праведной отроги Вячеславе моли Бога о нас. И вот в время этих вот прошений я ощутил его, что он пришел ко мне в гости. Он стоит рядом, я его чувствую, я его не вижу, но я его чувствую, он рядом стоит со мной. И слышу, как он меня внушает, что приезжай ко мне на могилку. Ну, что ж, надо поехать. Я очень довольно, так сказать, послушный, надо поехать. Хотя у меня бывают проблемы с деньгами и прочее, у меня сейчас ведь нет ничего. Вот, я все сел и поехал. Поехал табака с Пасхо в прошлом году. Пришнулся на могилку, вот, мы там оставили ему понеситку, вот, помолились, приехали с воскресеньем, по нему понеситку, поговорил, я с его матерью, и убедился я, уже без книжки, убедился, что это мальчик святой. Как это происходит? А вот сердцем чувствуешь. Как его написали, ввел книжки, он найдет всех и сам заявляет о себе. Поэтому Бог избирает не каждого, Вячеслав избирает не каждого, кто бы чтил его и любил его и молился ему. Поэтому меня отправил прописал, что мне был незнаком, тем менее, я вам говорю, что я убежден, что ты святой мальчик, и очень его люблю, как родного сына. Какие страдания, такая награда. И вот я там поставил на могилку послужил панихиду, ему и убедился, что сотни людей, даже при мне, там, за какой-то час панихиды, ему пришло десятки поезжайте к нему на могилку, помолитесь к нему, милый наш мальчик, вот любовь к нему проявите, любовь не лицемерная, не показную, а вот настоящую, вот, милый мой мальчик, помоги мне, болею я, рак, врачи не могут исцелить, ты сам умер от рака и крови, ну, помоги нам, если можешь, помолись за Господа, заступи за нас, ну, ну, жалься над нами, кому мы пойдем, нет сейчас святых, некого обратиться, все к тебе обращаются, и мы к тебе обращаемся, покажи, что ты действительно можешь исцелить, век будем тебе благодарны, и другим скажем, пусть я не еду, пусть я тебя, вся страна тебя славит, и век нам, милость твою, жалься над нами, вот такое страстное время, что идет массовая апостасия, массовое отступление от Бога, и духовенство, и архиерея, и патриар, ты последний пророк у нас в России, больше пророков не будет до второго пришествия, ты нам помоги, ты у Бога находишься, заступи за нас, заступи за нас, мы будем тебя славить, и начать поклоняться тебе, встречи нас, приди к нам, спаси нас, ты близок к Богу, мы не можем к Богу достучаться, а ты рядом стоишь, жалься над нами погибающих, спаси нашу страну, нашу церковь, не оставь нас всем сердцем на тебя, побывающих, Богу. Субтитры создавал DimaTorzok